Бывший заместитель начальника столичного ГИБДД предстанет перед судом. Расследование уголовного дела завершено. Следователи собрали необходимые доказательства. По вине Владимира Коробкова в мае прошлого года в аварию попали несколько машин. Доказано, что обвиняемый, управляя личным автомобилем, выехал на полосу встречного движения. После столкновения с другой легковушкой сам блюститель порядка оказался целым и невредимым. Водителю и пассажирам малолитражки повезло меньше. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. Расследование уголовного дела растянулось почти на год. Было назначено множество автотехнических экспертиз. Изначально следователи подозревали, что люди пострадали от удара другого автомобиля. Но все собранные доказательства указали на вину Коробкова. Установлено, что за руль он сел в нетрезвом состоянии. В настоящее время Коробкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в части 2 ст. 264 Уголовного кодекса. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения. И такое обвинение предъявлено ему, несмотря на то, что он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет определения его нахождения в момент ДТП в состоянии опьянения. Этот факт подтверждается как показаниями лиц, находившихся на месте дорожно-транспортного происшествия сразу после этого события, так и видеозаписями, которые были в последующем выложены в сети интернет. Редактор субтитров А.Семкин